Всем еще привет! С вами Найк по-прежнему и мы сейчас будем с вами наблюдать за вот таким вот прекрасным манчем Айнтракта против Майца. Оба тренера его, к сожалению, команда потеряшки, за них никто не хочет играть, возможно, они не очень сильные. Но в Германии вообще проблемы с этим сейчас, и поэтому Серега Милан и мистер Костиган, который ушел со слезами на глазах, оставил Орду Турана, магия Туран, так сказать, прекратила свое существование. Такая вот печальная история, но мы переносимся на непосредственный матч. Айнтракта против Майнца. Вот формочки нормальные, приятные такие, но красные там и там не очень. Хорошо сочетается, но хорошо, что разные тона тут такие. Ой-ой-ой, какой привозик. А казаки? Что он делает? Он пинты, да не удар, но тут все спокойно пока что. У Бетельзовский стоит на выводах, как приятно видеть своих людей. Сережка атакует, Единья. Пас на Зилая. Отлично, он, показываю, дриблинг бьет и попадает в чешку кому-то. Из игроков Майнца. Тиеви. Пас до пятя не проходит. Ну, и тут, так сказать, штрафной удар. Миллер. О, знакомьтесь, Миллер. По кличке Шут. Этот товарищ может выцепить пенальти или очень сложный удар. И пропустить с 20 метров удар младенца. Ну, вот так вот. Все бывает в этой жизни. Идет навесик. Тут Миллер, Мюллер. Да, это все-таки Мюллер. Не тот, который играет у Хаби. Это подделочка, господа. Так же, как и я, наверное, Найк, соответственно. Тут идут такие басики, интересненькие, но... Сережка все делает правильно, контролирует отличную игру. Ну, тут Диэс, Диэс. Посмотрите, какая у него прическа. Да и... Можно играть только за Майнца за прическу, господа. Тут еще есть и казаки с экстрами, кстати. Наверное, придется этот матч наполнить моим беспонтовым бздежом. Так вот я это назову. Ну, а что поделать? Надо же все-таки проводить такие-то игры на лайте. То есть, как-то спокойно обсуждать, говорить, прикалываться чуть-чуть. Включать какой-то такой... Не знаю... Специфический юмор, что ли. Кайседа после тренинг просто сдох. Этот парень, убили его экстрами в минус. Спасибо, Локке. Он любителю резать. И тут... Смотрите, как распасовываются. Какие на зонде просто... Ну, что за игроки в Майнце? Такие умнички. Сережка пока отлично защищается. Уже 13 минуточек у нас пролетело. А казаки... Смотрите, как он тут... На вексик. Но тут никто не затупится и удар... Падает в перекладину. Игроки Майнце, опасный момент. И тут опасно была подача, но никто не может ничего в этом эпизоде поделать. И Сережка сейчас будет атаковать. Давай, сделай. Аккуратно на Тиеве, но тут пасек не доходит. Свенсу, пас на Диасу. Вот опять эта причесочка моя любила на казаки. Секс-стейф-плюс расстроится вперед на Зонзи. Пас на Кайседа, Филиппа Кайседа. Господи, как мне тебя жалко, пацан. Ой, тут какой пижонский ударчик от Коттигана, но он не доходит до нужной цели. И Серега89-Милан будет атаковать. Кайседа, Кайседа, смотрите, какие векторы атаки. Мюллер, удар, гол, 1-0 в пользу Майнца. Это Мюллер, господа. Гол, черец, ха, ха. Изи, отличный гол забивает. Видели, да, когда он атаковал, там три ГК выходила в линию. И можно было дать пас направо, налево, можно было обматывать и самому уходить. Но мистер Костеган решил, так сказать, на верочку отдать аккуратненько правой ножичкой, так сказать, под товарища подделочного, такого Мюллера. И тем самым он забивает гол, 1-0. 21 минуту Сереге надо отыгрываться, обязательно. Мюллер. Ох, машина. Да, по крайней мере, я не видел, не вижу Дайера, Дайер это вообще какая-то такая, вот он Дайер, вот он малыш Дайер. Ну, Костеган еще топ-наркоман, он, вы знаете, может центрального нападающего якоря поставить прям в центр полузащиты, то есть ЦМФ. Ну, вы знаете, это, конечно, не лечится, ну, ничего. Дайер, смотрите, какой дриблинг, этот малыш просто всех может обмудовать. Кайседо, Кайседо, ух, как танк, как танк прорывал всю оборону, а интеракта, но у него ничего не выходит. В зоне Би, дает пас на Мюллера, Мюллера. Тут и Мюллера, и Мюллера, короче, что хотите. Ну, Филиппа Кайседо, конечно, жалко, действительно, такой футболист был в этом песке на Рибборне, был отличным игроком, потом ему вдолбили экстра, он сдох, но что-то еще покажет, надеемся. Отличный пас? Нет, ну, нихера он не отличный, тут, по идее, отыгрыш должен был быть отлично. Ну, Кайседо, удар, ну, куда это кому-то, к Гусу Хидингу, спасибо, что взял за сборную, нет, это не в ту, не в ту калиточку, не туда, так сказать, не по тому адресу. Что на всякий случай идет, там что-то не идет, а то бывает, что не уходит. О, Казаки, пас на Кайседо, Кайседо играет на, так сказать, красоту, но у него не получается завершающей стадии, Серега пытается как-то выбраться, сейчас посмотрим. Отлично он раскатывает мяч, Зилая, ну, а проходит одного, второго, к сожалению, не сможет пройти. Опять вот этот мой любимчик Диас, вот такая причесочка. О, Дейрочек, тут Мали сразу пас на Казаки, а Казаки, ох, какие закидушечки босса он делает, просто закидушечки. Но Кайседик слишком тупорылый, чтобы этот мяч принимать, и не получается у него это сделать. Пяти. Ромео, ну, Зилай, сейчас, ой, может бахнуть, бахать, и тут Миллер, вот уже не Миллер, а Миллер, этот шут, спокойно забирает мяч, вы видели, там удар был такой убойный, но он, фу, ему шо, он просто на изичах его забирает, изи, ха. Вот такой вот у нас пока Турец идет, Юрец-Турец. Миллер. Отличный пас на Малину тут не будет, опять же. Гол, второй, друзья, там, мне кажется, что было в сайте, опичное открывание, а, соответственно, Мали был идеальный пас от Перла. Ну, погодите, тут Зилай, Зилай, ну, в углах штрафной, входит штрафной, бьет, но не точно. Тридцать восемь не прошло, первого тайма пока уверенный Гайдмайнс, но Серега все-таки пока показывает свои зубки, но пока эти зубки такие еще молочные, я бы сказал, надо что-то скушать Сереге, чтобы стать более, так сказать, сильнее в данный момент, но он только разыгрывается, по-моему, один из первых его матчей вообще за его. У Костегана та же ситуация, 9-2 сегодня от ИНАО, он просто получил, так сказать, охапку мячей от Агуэра, Агуэра ему просто загрузил. Уф! Вот это пушечка, посмотрим, пожалуйста. Смотрите, принимает, разворачивается и просто с лед убьет на красоту. Вошел бы такой мяч, ну, один был бы украшением Бундеслики, но, к сожалению, не попадает, опять-таки Кайседа, опять-таки, точность у него хреновенькая. Ну, заметьте, как Костегана гает только на пас, без всякой дрочки. Мюллер, 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 Мюллер еще раз боролся. Ну, тут он чуть решил поиздеваться, шел он до конца, Дайер, Дайер, пушечка, пушечка, страшная скука! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Гол! Латун! Ха! Вот это Дайер, смотрите, какой он малыш, посмотрите, только на него метр шестьдесят метро, смотрите, как, смотрите за мячом, как он ложится, он даже не крутится. Такое возможно вообще взять? Какой-то космический гол забивает Дайер, мы обязательно в перерыве матч, если нам тут посмотрим, ох, 3-0! Да, вот я за Дайером, так сказать, наблюдал, он отличный нигерок, когда он в форме, он может класть, так сказать, такие звуки-душечки делать. Пока 3-0, Сережка, ну, соберись, братишка. Надо собраться все-таки. Кайседа! Кайседа! Не получается у него, опять-таки, и... Пока 3-0, Зузик! Вон там нам показали, черт этого! Ну, пока, Серега. Ничего, не показывают. Блин, не дали нам повтор, как падла. Ну, пока 3-1, и 10-4 по, так сказать, по статье. 0-3 пока что, и первый тайм закончился, сейчас начнется второй. Не успел я дописать на своей каракуле, как тут же ребята начали уже второй тайм играть, а казаки в отличной форме сейчас находятся в физической, в своем расцвете сил. Ой-ой-ой, кажется, это будет на... И вот чуть не хватает, возможно, перенервничал. Костиган-то старый боец. А казаки принимает неудобно. Тут Зомбран его хавает, но не до конца. А казаки борются до конца и выигрывает раунд. Раунд, господи, в борьбу он выиграл. Ну, хотя раунд, возможно, он выиграл, если у него какие-то свои... Есть темы для того, чтобы побороться. Какие-то задачи на матч. Как минимум, он очень полезен для команды. Пару голевых передачей он выдал. И пока 3-0 в пользу Майнца. Идет второй тайм. Это Бундеслига. От Итальянской. Мы сегодня уже устали. Ой, ой, Серега. Отлично. Отличный пасик. И ударчик. 3-1. Серега молодец, травничает. Кайседо. Кайседо прорывается, прорывается. Кайседо, 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 Кайседо. Надо расставаться с ничем быстрее. Но ничего не получается у него расстаться быстренько. И Сережка отбивается. Вот у Дайер, 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 Дайер. Дайер тут малыш. Он такой проходит. Такие проходы делают. Удар дальний. А казаки, по-моему, это было. Но не точно. Может быть, какие-то заминки про ИСДА идут в нашу матчу. Не знаю, посмотрим. Ну, такая игра мне нравится. Ну, вот еще бы, конечно, Серега бы забил второй для интрижки. И вообще был бы, я бы сказал, даже, возможно, бы идеально. Дальние удары есть. Голы красивые есть. Что еще надо? Сапонарочка выходит, малыш. А казаки уходят, наверное, парень. Все-таки чуть-чуть надо отдохнуть перед важным играми. Возможно, тут игра и, конечно, не сделана. Нельзя так говорить. Но уже близка к тому, чтобы, если Костик Ганыч еще забьет два мяча, то он будет близок. Тут Зонзи поборолся, но он успеет, он успеет. Он бежит. Кайседыч. Вот сапонарочка включил свою игру. Дайер. Дайер. Учель, какой финб. Ох, как он элегантно играет этот малыш ниггерский. Ну, Селтик, скорее всего, захочет его приобрести в это трансферное окно. Ну, только посмотрите, какую он игру показывает. Скауты. Вингера не дремлет. 26 лет еще, так сказать, можно из нее что-то вырастить. Ну, хотя, если учитывать, что у всех нигроидов. паспорт подставной прямо тогда 30 . так что ну нахер он нужен соответственно вот такой вот так вот мы отошли чуть-чуть от этого матча у ее дайер ну тут он передавил пока 3 1 выигрывает а майнс в гостях счет и еще раз повторяю 3 1 в пользу майнса и сейчас будет удары 3 2 отличный гол все как по ноткам разворачивается бьет неплохо получается шут естественно не спасает свою команду и 3 2 в пользу майнса но серёга молодец уже два мяча тыкал но тут как следует цель кассета кассета вырывается один на один но не сможет так сказать не получилось и не обыкать вратарях отдает нам зонди 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 мудит защитников но тут ничего не получается дайер дайер хочет окно и так 5 они перепасовочки производят нового не точно пасеки не точная кассета принимает мяч все это бьет но как ребенок он это приложился в итоге по мячу ничего не получилось у него в этом моменте такого полезного для команды выжить так скажем и сережка тут начинает перепасовываться перепасовочки идут взяла и взяла и отличного получим забил 5 но тут будет кармаш вот он кармашек и 5 и удар но тут блокирует защитники майнса отличные скидочка была на форварда а интрах то но тут не хватило ему так бэбэшки на миша побороться или может прыжочка ловкость там не знаю чего не хватило тайседа но тут на самом деле такая идет борьба днищ но судя по таблице да как бы но таблицы мы уж не будем там ведь что кто-то из них плохо играет нет они молодцы как на красоту сейчас играли какая комбинашка и сапана рачку не забивает хотя мог сейчас сделать счет 4 2 и тем самым улучшить свои шансы на победу 70 минутки прошло матч идет легко смотри белин с такими неплохими голами никакой точки не идет тут прям как таковой ой 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 3 3 гол гол тирец вот действительно гоу тирец смотрите но я живу друзья на жку рюш это шутку ну как так можно в угол его ударили он не отбил на угол новый весит если еще не даст парах уж темно чесоса как пенсии ну мэйвин аинтити гонки вот Так сказать, технические неполадки возникли, какие-то просьбы мне поступили, и поэтому пришлось, так сказать, сделать паузу. Ну что, вот тут осталось совсем ничего играть. Заканчивается уже этот матч, но и посмотрим, что сейчас выйдет. Интересная развязочка. Сереге Милано удалось сделать камбэк, казалось бы, из мертвого матча, причем не на своем хосте, вот такой вот матчик у нас, 3-3, 6 забитых мячей. На какие хотите вкусы? Там и в пустые ворота, и не в пустые, с дальних ударов, с обмоткой, с пасами, все как надо. 14 минут остается, я надеюсь, что в этом матче не будет мячей. Будет все-таки какая-то в конце развязка, еще хотелось бы Галатрилу увидеть. Березовский сейчас будет мяч выносить. Какие-то замены происходят кардинальные в одном и другом коллективе. Сейчас заснул уже, пока они там будут замены эти делать. Чуть голова уже плавится, конечно, а то мальчей, но ничего. Серега разгоняет свою атаку. Зилая тут не получает мяч. Не получает он мяч. Пас над Зонзи, Мали, Тутургене, Кайседа. Перепасовочки идут. Тут не точно. У Эйдайр пытается забить, так сказать, с дальнего удара. Ух, какие уже удары отсюда следуют. Такие неплохие. Перекаты с одного фланга на другого. Пере-на-вершечки такие мали. Но не получается пока ничего у Костигана в атаке. Но у Сереги как-то тоже не получается выйти. Я вам скажу, из защиты он почти... Ну, такие на контрачах. Три контратаки, три голова. Все нормально. Распасовывает пока Костиган по красоте. Но тут не хватает, конечно, скилла игроков, которые пасы дают. И поэтому Узилай сейчас вырывается на свободный простор. Будет бить удар. Кстати, вратарь заменен. Вы можете заметить. Опасный удар, Узилай был, конечно. Пожалел сейчас. О, он, смотрите, он Партигу поставил на ворот. Он это прикол. О, е-е-е-е, какой Ти-е-е. Момент упор, Лэддиш Паштига на воротах. Не, ну, вы видели. Воклоун. Да. Ну, друзья, это хорошо, когда такие моменты есть. Хоть есть на что посмотреть. Согласны со мной. Надеюсь, что есть кто-то, конечно, сможет. Чем я сомневаюсь. Прокрел, ой-ой-ой. Не доходит до игроков. 87-я метра. Тиви. Один он и до хрена человек. Видно, что он ушел в защиту. Партига наоборот ушел в атаку. Зилая. Перепасовывается. И тут перепасовывающие, конечно, были хорошие. Были они хорошие. Но тут контратака может последняя оказаться. Ой-ой-ой, какой своевременный подкат. И атака Сереги. Последняя, наверное, в этом матче. Тиви, 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 тиви. Но не получается у него ничего сделать. А 3-3 сейчас и закончится такой матч. Реми. Перепасовывается. Все-таки будет еще атака. Надо ее максимально использовать. Зонзи. Ох. Какая ошибка. Зонзи и 3-3, друзья. Ну что, боевая ничья. Молодец, Серега, что собрался. Не пропустил четвертый и забил 3 ничья. Отличный камбэк от него. Ну, конечно, отличный гол. Вот это тот человек, молодой, забил. Молодой, так сказать, человечек. Ну, посмотрим голы и будем с вами прощаться. Скорее всего, до завтрашнего дня уже. До воскресного, так сказать. До воскресенья. До воскресенья. Конечно, гол, дай, рассказка. А тут уже идет камбэк от Сереги Милана. И легко и непринужденно, я вам хочу сказать. Он забивает эти три гола вообще без напрягов каких-либо. Там три контратаки, четыре и три гола из них. У него в итоге получается забить. Ну, вот этот автогол вообще... Вы видели рожу этого клоуна. Ну, что, друзья. Всем спасибо за просмотр. Суббота у нас закончилась. Уже у кого-то она еще продолжается. У кого-то она уже давно вывалила, так сказать, за экватор 12 часов. Так что приятных вам снов или там каких-то тус вечерних или каких-то семейных посиделок. Всем пока.